Скажите, вот все эти истории, которые рассказываются в сети про то, что вы там сантехник практикующий, это легенда или это правда? Это правда, я перестал практиковать. То есть вы уже не сантехник? Уже не сантехник, но я могу, если что. То есть вы зарабатывали на жизнь? Я зарабатывал. Был момент, когда моя бизнес структура переехала вся в Москву и остался в Латвии, потому что... Ваша бизнес структура или там, где вы работали? Я работал директором и один латвийский был заводик, который купил пять заводов во всей России, это было в начале 90-х годах. И все переехали мои коллеги, я остался с семьей в Риге и все. И пошел в сантехнике, потому что сантехникам больше платят, чем директорам. В тот момент так было, по крайней мере. В Латвии так было? Я думаю, что здесь тоже хорошая сантехника сейчас сможет очень хорошо. А у вас до этого какие-то навыки были? Ну, после армии я там что-то где-то... Это же все приходит, было бы желание. За два-три года я могу сделать, научить. А навыки писать тоже были? Описал я каким-то образом всю жизнь до армии. В школе мои сочинения учительница возила в РАНО на выставку районный отдел образования народного. Потом я учился на психолога и для бизнес структур писал расшифровки психологических тестов в терминах бизнесменов, то есть чтобы им проще было читать. То есть я все время что-то писал. Писал для газет. Я был стипендиатом Джорджа Сороса и участвовал в программе по рекламе натурализации в Латвии. То есть все время что-то было. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.